Здравствуйте! Сегодня я, украинский историк, расскажу вам о том, что современные россияне являются близкими родственниками финнов и в основной своей части, даже в большинстве, являются потомками племени Меря. Дальше свидетельств об этом огромное количество. Во-первых, территория Москвы принадлежала к племени Меря. Все речки на территории Москвы имеют мирянское происхождение, название своих, в том числе и само название Москвы. Все княжество Владимира Суздальской, к какому принадлежала Москва, это княжество племени Меря, то есть княжество в этнических территориях племени Меря. Это Владимира Суздальское княжество сформировалось в XII веке, потом оно распадалось, собиралось, но тем не менее, все это на территории племени Меря. На территории Залесья, то есть в этом Владимира Суздальском княжестве, размещено огромное количество этнонимов мирянского происхождения, в том числе и, собственно говоря, Галич Мерский, например, каким он может быть. И Меринова, Мердинова и так далее, и так далее, я лично видел больше 20 этнонимов различных. То есть название сел, деревень, рек, сосновой Меря. И эта территория достаточно большая, даже до Архангельской области встречается этнонимов в Меря, то есть очевидно, что она была очень далеко. И если мы сегодня говорим о марийцах, возможно, это какая-то восточная часть мира. Или просто, ну, похоже, финно-угорские названия для народа. Кроме того, известно, вообще известно, что на территорию вот этого Владимира Суздальского княжества никаких больших переселений славян не существовало, не происходило. И российские генетики современные, в том числе Балановский, которого я часто цитирую, он говорит, что попытки найти вот этот славянский субстрат завершились провалом на территории Залесия. Потому что славян, он сказал, это как глазурь, которую практически невозможно обнаружить. То есть славяно-язычное население на территории Залесия и сугубо финно-угорское население, которое было несколько раньше, это практически одно и то же население. Поэтому, казалось бы, все очевидно. Все очевидно, но есть еще доказательства, которые очень редко применяют, но оно очень типичное. И очень красноречивое. Это доказательство похоронного обряда Мирян, который существовал в древние века и который сохранился, ну, по крайней мере, до 17 века, а если говорить откровенно, и до 19 века, и очень долго сохранился. Похорянный обряд, он отличается стабильностью и архаичностью. То есть люди в таких трагических ситуациях или таких серьезных, они не меняют этот обряд. Мы в Украине знаем, что у нас, например, до сих пор некоторые сарматские даже следы сохраняются в похоронном обряде. Пытаются люди завешивать зеркала, там не разбивать зеркала, в том числе, ну, как бы считается плохой приметой. И все это от сарматов, потому что в сарматских могильниках в Украине раскапывают и видят, что бронзовые зеркалы рассекались просто и бросались в могилы. Вот. И то же самое в Залесье. В Залесье этот похоронный обряд чрезвычайно архаичный, и он фактически от мирянских времен, от времен Мерии, еще не ассимилированной Мерии, потому что окончательная ассимиляция Мерии, очевидно, произошла в 18 веке, когда окончились так называемые Мерзкие Станы, то есть мирянские автономии. Потому что одна последняя из них была еще при Екатерине Второй. Это Мерзкий Стан существовал. Но обряд, вот этот мирянский, очень древний обряд, сохранился по крайней мере до 17 века однозначно. И даже дольше. И я сейчас это очень четко продемонстрирую. И что такое стабильность похоронного обряда сразу же? Это свидетельство о том, что тот народ, который его продуцировал в древности, и тот народ, который его получил, это народы очень близкие. Потому что чужой похоронный обряд очень редко, когда заимствовали. Потому что это, собственно, это архаика, это связано с обычаями, это связано с передачей в такие очень напряженные эмоционально моменты, как похороны. Поэтому, собственно говоря, поэтому стабильность этого обряда еще большая, чем стабильность всяких там веселых обычаев. И таким образом, в чем же состоял вот этот похоронный обряд Мери? Он состоял в том, что существовали такие домики. Назывались домики мертвых. Их назвали уже ученые. Как они назывались по-мерянски, никто не знает. Но это фактически та же избушка Бабы Яги на куриных ножках, в русском фольклоре. И вот в этих домиках мертвых московиты складывали из пепеленный прах покойных. Ну, фактически, как и хозяйка избушки Бабы Яга всегда хотела засадить кого-то в печку и жарить. И такое кладбище из этих домиков представлялось как бы окном в другой мир. В мир неживых, куда там сказочный герой постоянно там куда-то хотел пробраться в реальность, в другую. И это не просто сказочки, потому что их трудно найти было, эти домики, но их нашли все-таки. В 1934 году в Ярославском Поволжье при раскопках городища Березняки, еще городище до нашей эры, было найдено вот такой домик применчатый, в котором находились кремированные останки людей. И в 1966 году такой же домик был найден уже не в Поволжье, а непосредственно под Москвой, на территории Мири, возле Звенигорода, при раскопках городища у Савино-Старожевского монастыря. Это, кто-то скажет, сугубая древность, это все мирянская там древность и так далее, никакого отношения к России, Москве это все не имеет, ничего подобного, имеет очень прямое. И вот я цитирую 17 века сообщение Яков Рейтенфельц, курлянский дворянин Речи Посполитой, дипломат. Сказание о Москве, то есть конец 17 века, фактически 300 лет назад, немножко больше. И что он пишет? Он пишет тоже о московитах, что ученые раскопали о мирянах. Чтобы почтить память умерших, поминальной трапезой россияне приносят каждую субботу еду в маленькие хижины, построенные на кладбищах над могилами, и так приносят жертву душам родственников. Грусть выражается у россиян порванной одеждой черного света, но по истечении 6 недель всяческие стенания прекращаются все время, пока они продолжаются. Доступ к царю запрещен. Зимой тела умерших небогатых людей сваливают вместе в особых небольших домах и замораживают. А когда снова наступает весна, вытаскивают оттуда и прячут более тщательно. И так далее. Если случайно кто-нибудь будет убит и не будет креста на шее, то ему следует, по мнению россиян, отказать в молитвенной помощи и похоронных почестях. Значит, домик на кладбище. Такие домики, в которых они приносят каждую субботу еду московит. Как жертву душам родственников. Это 18 век, город Москва. Не 17, извиняюсь. Конец 17 века, город Москва. Он пишет. И есть еще очень интересный источник. Повесть о начале царствующего города Москвы. Это тоже источник конца 18 века. И он рассказывает о истории, которая произошла то ли в 12-м, то ли в 13-м веках. То ли с Данилом Александровичем, это сыном Александра Невского. То ли с Андреем Боголюбским. То есть там смешанные сюжеты. Но историки фиксируют, что сюжеты смешаны. Потому что в голове уже старших поколений это все смешалось в одну кучу. Но опять-таки упоминаются эти домики. Эти домики мертвых по отношению к истории 13 века. И какая вот эта сама история очень интересная и красноверечивая. И вообще показывает, как образовалась Москва. На каких эмоциях, на каких проблемах и на какой крови. Ну я начну цитировать. Чтобы дойти до этих домиков мертвых. Были на этом месте по Москве реке села красная хорошая боярина Стефана Ивановича Кучки. И были у Кучки два сына красы удивительной. Не было столь красивых юношей по всей российской земле. То есть российская это 17 век. Уже Московия замахнулась на вот это название России. И узнал про них князь Даниил Суздальский. И стал просить у боярина Кучки князь Даниил сыновей его к своему двору с большим упорством. В чем проблема? Что боярин Кучка это 12 века, Даниил Александрович это 13 век. То есть явно речь о каком-то более раннем князе. И сказал ему, если не отдашь мне сыновей своих к моему двору, то я приду на тебя с войском и велью тебя мечу и села твои красные огню предать. И боярин Стефан Иванович Кучка, испухавшись угроз князя Даниила Александровича, отдал обоих сыновей своих князю Суздаль. И те братья князю Даниилу полюбились, и стал их князь Данил любить и жаловать. Одного пожаловал он в стольнике, а другого в чашнике. Те же два брата полюбились и жене князя Даниила, княгине Улите Юрьевне. И уязвил ее враг любовной страстью к тем юношам. Возлюбила она красоту лиц их и вступила с ними в связь. И задумали они с княгиней, как бы им предать князя Даниила смерти. Тогда стали они звать князя Даниила в поле, посмотреть на заячью охоту, как-то бывает обычно для потехи. И когда был он на охоте и заехал в дебри, напали текучковичи на князя, чтобы предать его злой смерти. А князь Даниил ускакал от них на своем коне в чащу лесную, ибо густы были здесь леса. И бежал он от них вдоль оки реки, бросив коня своего. Злые же убийцы, словно волки лютые, тщетно пытались захватить его. Разъяренные долго искали они его и не нашли, только набрели на коня его. Князь же добежал до перевоза, и не имея что дать перевозчику, кроме золотого перстня, бывшего у него на руке, обещается он тот перстень отдать за перевоз. А перевозчик говорит ему, лихие иди вы люди, обманчивые, как где перевезешь вас через реку, так вы не отдав за перевоз и уйдете. А перевозчик узнал, что то был князь Даниил Александрович. Князь же обещался, что отдаст перстень золотой перевозчику, если перевезет его через оку реку, перевозчик с другой стороны оки реки. Подъехав близко к берегу, протянул весло князю и говорит, подай мне перстень на весло, вперед за перевоз, а я тебя перевезу через оку реку. Князь Даниил принял его за человека правдивого, что не обманет, положил на весло до перевоза перстень свой золотой, а перевозчик, получив на весле от князя перстень, оттолкнулся от берега и переехал на другую сторону оке реки, не перевезя князя. Обманули, то есть везде обманули этого Даниила. Князь же Даниил побежал вдоль по оке реке, страшась гнавшихся за ним людей его, и клонился день уже к вечеру, а ночи были тогда уже темные осенние, и не находил места князь, где бы укрыться в пустынной дебри. Случаем набрел лишь князь, настоявший в той дебри небольшой сруб, под которым погребено было в прежние времена некое мертвое тело. Князь забрался в этот сруб и закрылся в нем, позабыв страх перед мертвецом, и проспал там темную осеннюю ночь до утра, а сыновья боярина Стефана Кучки были в большой печали, что упустили своих рук князя Даниила живым раненого. Ну и дальше что было, вот эта княгиня Улита, которая, жена этого князя, взяла и, чтобы убить вот этого мужа, натравила собачку. Змея лютая, ядовитая от того, что страстной похотью, окаянная недобрых наложников тех детей Кучки, а своих любовников. Интересно, чьи они были наложники, потому что Данил, вот этот князь, что-то хотел их от боярина Кучки зачем-то, двух красивых парней. Ну, короче, Содом. И отправила она эту собаку, и собачка нашла его, ту собаку, которую он специально вырастил. И наутро та окаянная княгиня Улита, та, дав своим любовникам пса, приказывает, где вы его с этим псом не найдете, там его немедля и смерти предайте без милости. И нашли они этот сруб, в котором спал князь Даниил, начал этот пес своим хвостом махать, а убийцы, искавшие его, увидев, что пес радуется и машет хвостом, быстро соскочили с коней и, разобрав крышу сруба, нашли князя Даниила Александровича и поспешно предали смерти лютой. Отсекли голову и опять в сруб спрятали тело его. Дети же Кучки, приехав в город Суздаль, ну, где он княжил, привезли одежду окровавленную великого князя Даниила Александровича. Суздаль, опять-таки, Меря. Это мирянское название, мирянская земля. И, собственно, Залесье, нынешнее ядро России, из которого, ну, по моим очень грубым прикидкам, конечно, необходимо делать генетические экспертизы различные, но в России они сейчас засекречены. Где-то половина всех россиян это потомки прямой Мерии, в которых большинство является, собственно говоря, Мерия, Московиты. И есть ли другие финно-угорские народы? Конечно, есть. Есть Мокша рядом. Моксель это очень большая часть Залеси, это львиная часть Залеси в XII-XIII веках. Сейчас это маленький народ Мокши. Но если вы послушаете мокшанские народные песни, вы поймете, что это русские народные песни. Что это практически, они просто поют их на непонятном языке финно-угорском. В действительности это Россия. Вот. И есть вепсы. Осталось немножко тоже. Путин, очевидно, вепс. Такой, такой деятель. И есть чуть, есть те народы, которые сохранились до сих пор, финно-угорские. В частности, Эрзия, Марийцы, которые, возможно, еще раз подчеркну, какая-то восточная часть этой Мерии. То есть это все российская история, которую россияне не хотят знать, которые выдумывают себя. Выдумают Гиперборею, что-то еще выдумают. Шапку Мономаха выдумали. В действительности это просто шапка монголка, она узбека, женская при том. Они выдумали из нее шапку Мономаха, князя Мономаха, византийского, которая перешла к киевскому князю. Короче, такой бред. Вместо того, чтобы честно признать, что это шапка хана узбека, которая была передана, женская шапка. Ну и таких различных историй много. Почему русские не хотят взять себе настоящую свою историю, это проблема к россиянам. Мне кажется, что это связано с попыткой самовозвеличивания. Потому что, ну, действительно, у этих финногорских народов письменной истории мало. Там упоминается только Эрзия у Ердана, еще финны там упоминаются у Ердана, эстонцы, по-моему, тоже. Ну, короче, очень мало таких источников, которые бы давали пищу для этого самовозвеличения российского. То есть, нету. И начинается в поисках, вот, попытках самовозвеличивания такого, как говорил Пушкин, тьма низких истин, мне дороже нас возвышающий обман. И ищут, и ищут этот возвышающий обман. А он не возвышает, он наоборот, принижает. Потому что тот, кто отказывается от своих реальных предков, тот является Иваном, не помнящим родства. Вот. И что интересно, что вот эти домики, домики мертвых, они перешли даже, ну, в христианские времена. Они, ну, конечно, модифицировались очень серьезно. И именно на этих территориях, на территории Московии и северо-восточную, ну, туда к северо-востоку, то есть на этих финно-угорских, типично, мирянских территориях, при захоронениях вместо домиков начали на крестах, ну, такую крышу изображать. Она называется Голбец. Вот. Это крыша на могильном или поклонном кресте. Такая схематическая кровля в форме избушки. Ну, то есть, фактически, тот же домик мертвых, ну, попытка его, как бы, создать в христианской традиции. Вот. Это такой надгробный памятник, фактически. Их даже запрещали в свое время в Российской империи, ну, чтобы оно не выглядело так по-язычески. Как будто действительно какие-то домики мертвых. Но, тем не менее, они еще встречаются. То есть, символически, это тоже домик, вот этот, умерший. И, таким образом, что мы увидели? Что вот эта чрезвычайная длительность, продолжительность вот этой традиции похоронного обряда, которая явно абсолютно идет еще до нашей эры, с дьяковских времен, до захоронения до нашей эры и минимум до XVII века, а если с вот этими крестами, с голубецом, то это и XIX век было. Вот эти традиции, они свидетельствуют о том, что в ядре Московии вот этот мирянский обряд похоронный, он был ключевым, основным, и продолжался минимум до конца XVII века, с очень глубокой древностью. То есть, славянами в Москве и не пахло. Возможно, была, ну, княжеская дружина в Суздале, возможно, была княжеская, даже невозможно, а, скорее всего, было. Княжеская дружина в Рязани, например, княжеская дружина в, ну, Переяслав, Зенигород. То есть, где-то какие-то князья приносили с собой, приводили с собой из славянских земель, из Руси в частности, а Русью вот это залезье не было, никакой Русью. Ну, там, сотню вторую, другую военных с собой. Ну, возможно, они какую-то часть управителей, управляющих, отроки, как тогда писали. Вот, например, в Рязани эти отроки и в Ростове абсолютно четко идентифицируются, как чужаки. То есть, отроки русские в Ростове и в Рязани чужаки. Это в летописи XII века, извините. Я могу это приводить, огромное количество этих источников о том, что в соответствии с нашими летописями ни Залесье, ни Новгород, ни Смоленск, ни Рязань, ни Ростов, ни Суздаль не являются Русью. Об этом есть, ну, огромное, но все летописи об этом пишут. Все, какие ни возьмите. То есть, в летописи XI, XII, XIII веков все как один в этом пишут. И что никакой Русью Залесье не являлось. Настоящая история России – это история Мири. И вот украинский, очень известный лингвист, который недавно умер, но такой прожил большую жизнь, назвать его Арист Каченко. И вот он фактически этот мирянский язык реконструировал. Реконструировал на основе других финно-угорских языков, на основе тех слов, которые найдены были на территории расселения Мири. И для чего это украинцы делают? Украинцы это делают для того, чтобы россияне нашли себя настоящих. Потому что если россияне все время себе врут о том, чем они являются, они становятся просто злыми и маловменяемыми. То есть, человек, который соврал себе в самом основном, в вопросах своего происхождения, в вопросах своей истории, личной, персональной, такой народ не может быть морально стабильным, как бы эмоционально стабильным. Он будет сразу искать какие-то... В нем этот разрушительный заряд заложен, в самом мьем таком народе. Поэтому мы, украинцы, уверены, что если русские найдут себя настоящих, они перестанут быть такими непрекаянными и проблемными для своих соседей. И, кроме того, это всегда очень полезно для самопознания. Знать о том, кем ты есть на самом деле. Это не для того, чтобы увеличаться. Потому что многие россияне рассматривают эту историю исключительно с точки зрения престижа. Вот престижно быть там потомками Чингисхана, да, или там Хана Батыя. Им кажется, что это престижно. И, соответственно, они лепятся к Золотой Орде. Потом это престижно к Варяге, лепятся туда. Потом престижно к Киеву, лепятся к нам. Еще к чему-то там престижно. А в действительности настоящий престиж – это узнать себя таким, каким ты есть. И вот почему-то, почему-то, и мы даже не знаем почему, россияне вглубь себя смотреть абсолютно не хотят. То есть, мне кажется, что, возможно, здесь речь идет о вот этой страхе Солженицына. Когда-то Солженицын сказал, что очень страшно, если Россия – это не то, что мы сами себе понапридумывали. Возможно, здесь именно такой мотив. Страшно увидеть себя настоящим. Но все равно это какое-то преодоление. Даже если это огромное разочарование, если это не то, что вы ожидали, все равно такое знание – это всегда преодоление. Поэтому мы просто хотели бы, чтобы рядом с нами, украинцами, жил народ, который психически стабилен и который знает себя. А если он знает себя, если он уважает себя, каким бы он ни был, то он будет уважать и других. Если он себя презирает и отрекается, то ясно, что он будет проблемным для других соседей. Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!